Подводим итоги уходящей недели. Реальность это события, мнения, факты. Анализируем разные точки зрения, выделяем главное, воспринимаем целостность. В студии Евгений Луковкин. Здравствуйте. Увидеть оползень и обомлеть. Набившие оскомину похлеще ежегодные дорожные эпопеи новость про ульяновские оползни, несмотря на вроде бы завершившийся процесс схода грунта, остается актуальной. За почти месяц новообразовавшихся обвалов на оба особо охраняемых дружинниками и полицией опасных объекта успели проникнуть сотни и даже тысячи ульяновцев. Фотографиями с 421 и разрезом Милановского пестрят социальные сети и личные фотоблоги. Тем временем городское и областное руководство совместно с экспертами подсчитали, какой вариант для стабилизации обстановки и частичного восстановления утраченного будет наиболее оптимальным по соотношению цена-качество. На все про все выходит около 4 миллиардов рублей. Понятно, что такую сумму без поддержки федерального центра собрать на местном уровне весьма проблематично. И в конце этой недели, учитывая, что ЧАЭС на отдельных участках оползневого склона в областном центре никто не отменял, с рабочим визитом в Ульяновск прибыл министр МЧС России Владимир Пучков. Оползень и не только, о чем говорил чрезвычайный министр, наш первый материал. Две недели, три провала. Напомню, 5 апреля в Ульяновске на грузовой восьмерке произошел крупный исход грунта. По официальной версии экспертов, оползень произошел из-за перенасыщения косогора грунтовыми водами. Позднее к подножью склона потянулись и ленинские горки вместе с разрезом Милановского. Глава федерального МЧС Владимир Пучков в ходе рабочего визита в Ульяновскую область первым делом ознакомился с ситуацией на спуске Степана Радина. Я попрошу еще раз провести детальное обследование ситуации с привлечением всех специалистов и выдать прогноз развития ситуации на ближайшую неделю, месяц, три месяца и до конца 2016 года. Те аварийно-восстановительные работы, которые сейчас осуществляются, я попрошу взять под особый контроль комиссии по чрезвычайным ситуациям Ульяновской области и Национальному центру управления в критических ситуациях общества России. Глава МЧС подчеркнул, что необходимо проводить постоянный мониторинг территории Волжского косогора на промежутке между президентским и императорским мостами. Именно в этом районе за прошедший месяц произошло сразу три крупных схода грунта. По словам главы областного правительства, работы по ликвидации последствий оползня на грузовой «восьмерке» проходят в штатном режиме. Работы предстоит вымыть много. Работа, конечно, дорогостоящая. Именно поэтому мы сейчас готовим специальный доклад на ваши имена и имя председателя правительства Российской Федерации. Перечень работ по ликвидации последствий оползня на спуске Степана Разина поделен на несколько этапов. Первый, неотложный, уже находится в стадии выполнения. Ежедневно грузовики вывозят от подножья косогора сошедшие грунтовые массы. Организованы временные пути для проезда спецтехники. Производится отвод поверхностных и грунтовых вод в городскую канализацию. Второй и третий этап включают основные работы по строительству новой дороги на грузовой «восьмерке», установку новых дренажных систем, а также укрепление косогора при помощи свай. Только по предварительным расчетам общая сумма работ превысит 4,5 миллиарда рублей. И главный результат визита министра Владимир Пучков объявил о приостановке строительства жилого комплекса на улице Минаева. «Мной принято решение приостановить в зоне ЧАЭС все строительные работы и ведение любой хозяйственной деятельности». При этом генеральный директор компании-застройщика КПД-2 всего пару дней назад во время пресс-конференции заверил, что строительство Пионерпарка является законным и на оползневые процессы не влияет. «До начала строительства были соблюдены все процедуры, связанные с получением разрешения на строительство, а именно выполнен проект, который учел все особенности этой площадки, в том числе то, что она находится рядом с оползневым склоном». Но застройщик предполагает, а министр решает. Возведение Пионерпарка заморожено до официального оглашения результатов экспертиз, который установит истинные причины оползня на спуске Степана Разина. Как ни странно это сейчас прозвучит, но для многих ульяновцев свершившийся оползень – настоящий луч надежды на лучшее будущее. Речь идет о разрезе Милановского, наступающего на улицу Любови Шевцовой, а прежде того на поселок мостостроителей. Именно его жители сейчас находятся в двойственных чувствах. С одной стороны, приближающийся провал и верная гибель внушают естественный страх. С другой – радость от того, что на этот раз обещания расселить всех с опасного склона перейдут в разряд реальных действий со стороны чиновников. Моральную поддержку, кстати, в этой ситуации косвенно оказывает и визит министра. Жители Бараков рассуждают так. «Если ему расскажут про планы и суммы, то уж точно не посмеют соврать, разберется и накажет». Запланированная сумма, кстати, на фоне планов по строительству эстакады, словно капля в море. Обо всем подробнее расскажет Владимир Гаврилов. Не первый год, не первый день. Поселок был рассчитан всего на пять лет. Однако люди ютятся в этих домушках уже более двадцати. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Печально шутят местные жители. Вот этот оползень, единственное, то что наша надежда, что что-то мы когда-то от кого-то от властей получим. А так, конечно, мы рады, что нам что-то пообещали власти. А там в зависимости уже когда что. И сдержат ли они слово свое на данном этапе. К честному слову, власть имущих обитатели долговечных временок привыкли. Им честно обещали расселение еще в далеком 2007 году. И ведь честно начали. На деле получилось то, что расселили только двухэтажные деревянные бараки. Это людей выдушевило ненадолго. Восемь лет. Полных. Вот так. Мы ждали этого сноса. Сколько мы писали, сколько мы заходили. Никто даже вот ни Морозов нас не принимал, мы ему в глаза сказали. Ни Беспалова. Придем, отписки одни. Денег нет. Денег нет. Денег нет. Их на данный момент нет. Но ведь нашли жилье. Вот так. И ждали, когда мы уползем туда. Назвать местные постройки аварийными язык не поворачивается. Перед домами разбиты цветники. Заборы, в отличие от привычного для частного сектора сплошного железа, оформлены аккуратным штакетником. Это, заметим, дело рук самих жителей. Ведь иначе времянки постройки 80-х годов давно бы уже сгнили и рассыпались в труху. К нам заходят, и представители до этого приходили. О, говорят, у вас жить можно. Говорят, что там не жить-то. Потому что мы содержим жилье. Не будешь жить, как в сарае. Все валится, так малый путь валится. А мы сами делаем. Вот подвел я под полы все швеллер, чтобы он не провалился. И поэтому сейчас полы ровные у меня. Потолок подтянул. Все это самое, выжимал его. На шуруп привернул, чтобы не обвалился. Мы хотим, чтобы наши соседи тоже всех расселили. Потому что очень опасно. Мы боимся, спать не можем, переживаем. Тут действительно очень опасная ситуация. Просим администрацию, чтобы всех расселили с этой опасной зоны. Мы бы с удовольствием в этой черте остались. Потому что очень хорошее место. И вид на Волгу, все красота. И спокойный район. Очень спокойный район. Ни заводов, никаких шумов лишних, посторонних. Ну вот, единственный недостаток – оползань. Остальное прекрасно было бы, если бы мы в этом районе бы и остались. После такой рекламы поселка мостостроителей и возможного расселения одноэтажных домов, главное, чтобы место не облюбовал очередной проектант. Торговые центры и стихийные точечные коттеджи растут у нас как грибы. И им оползни нипочем. Эта весна оказалась богата не только на ЧАЭС, но и на ЧП. И что особо досадно, обидно и больно на ЧП с детьми. Случай на Камышинской 35, где из окна восьмого этажа выпал третиклассник на слуху у всего города. Только чудом десятилетний Артем не погиб и сейчас находится под наблюдением медиков. Хорошие характеристики семьи и самого пострадавшего. Воспитанные, культурные, неконфликтные. Мальчик любит математику, участвует в поэтических конкурсах и даже награжден благодарственным письмом МЧС за помощь на пожаре. И вдруг такой поворот. Что произошло? Был ли шаг в окно осознанным поступком? Или это трагическая случайность? Предстоит разобраться следствию. Однако же сам факт напомнил многим. Если ваши дети младше Артема, им не 10, а 5 или того меньше лет, следите за ними и не оставляйте одних у открытых окон. Будь там даже крепкие с виду москитные сетки. А вот еще один дикий по своей сути случай. Новорожденный ребенок в реанимации, его мать потеряла значительное количество крови. Новость, потрясшая ульяновскую общественность в социальных сетях. Родственники потерпевшей винят случившимся врача медучреждения. Бывшие пациенты рассказывают ужасные эпизоды общения с доктором. Коллеги уверяют, он уже уволился, а министр здравоохранения заявил, ситуация находится на его личном контроле. На 38-й неделе беременности Айтан Керимова почувствовала сильную боль в животе. Вместе со снохой вызвала скорую. Бригада медиков доставила женщину в областную клиническую больницу, где в тот день дежурил доктор Багдасаров. Врач принял, послушал ребенка, она жаловалась на боль, и она говорила, что это не первые роды. И я знаю, что это за боль, уже проходила она через это, что это не боль, схватка, это совершенно другая боль. И ребенок опустился после этой боли в животе и шевелился, но не так, как раньше. И врач все равно не отреагировал, никаких дополнительных, я не знаю, там ничего не назначил. Сказал, что ты не рожаешь, езжай домой. Но через пару часов боль стала совсем нестерпимой, и повторно вызванная скорая снова доставила беременную Айтан в ту же больницу. Кстати, удивлению скорой медбригады не было предела, когда выяснилось, что после первого посещения на руках у пациентки не оказалось никаких документов, подтверждающих врачебный осмотр. Несколько часов родственники оставались в неведении, что происходит, но в итоге свекрови удалось разузнать – сделана операция. Врач поздно, где-то, не знаю, 7-8, я спустился вниз, он как пришел, сказал, все нормально, мама не сделала мы операцию, и ребенок нормальный. Я сказала, как нормально? Я только что про ребенка звонила, спросила, сказали, ребенка нам дали почти мертвый. Ну, ребенка сердце не делается. Что сейчас ребенок в реанимации, никаких нормальностей нет. Нет, когда я сделала операцию, ребенок был нормальный. За разъяснениями, что же произошло, мы обратились в родильное отделение областной клинической. Здесь не исключает врачебные ошибки, но и однозначно заявляет, что Багдасаров виновен, не готовы. Ситуация, которая произошла, к сожалению, это очень сложная акушерская патология, которая не всегда представляется возможным диагностировать. И, как правило, есть определенные трудности при диагностике данной патологии. Тем временем, министр здравоохранения Ульяновской области сделал заявление, из которого становится понятно, дело не только в патологии, но и в своеобразном фривольном отношении врача к исполнению своих обязанностей. Трагическая ситуация. Для нас это ЧП. На сегодняшний день поручено провести служебную проверку с привлечением независимых экспертов. По итогам этой проверки будет определено, соответственно, кто виновен в данной ситуации. Медицина относится к категории наук, где, к сожалению, бывают такие последствия, осложнения в ходе родов. Но вчера разговаривал с родственниками женщины, роженицы. Они поясняют, что действительно были факты не совсем корректного поведения со стороны медицинского персонала. Поэтому нам важно сейчас разобраться детально в этой ситуации. И если действительно это есть, мы направим соответствующие документы, в том числе и в правоохранительный орган, куда уже обратились родственники данной роженицы. Опубликованная родственниками и друзьями в сети интернет, эта история всколыхнула ульяновскую общественность. Многие женщины вспоминают в комментариях свой опыт общения с вышеназванным врачом. Полагаем, что при необходимости правоохранительные органы легко могут опросить их в качестве свидетелей и добавить нелицеприятных фактов в копилку обвинений со стороны Керимовых. Я в сентябре там рожала. Тоже у Багдасарова, тоже Кесарева. Шов наложил ужасный. Еле сняли. Выдирали ножницами. Медсёстры были в шоке от таких швов и интересовались, кто меня оперировал. Мало того, когда оперировал, пел песни и смеялся. Я чуть сознание не потеряла от обстановки, которая протекала в операционной. Когда работала на Рылеево, в гинекологии частенько выпивший ходила. Вернее, еле передвигался. Девчонок, если экстренно привозили на операцию, накладывают ужасные безобразные швы. Если с ними договорились заранее денег, не сунули за косметический. Я думала, его давно уже уволили за его хамство и непрофессионализм. Была тоже его пациенткой. Никому не пожелаю этого врача. Он просто молчал и говорил, что всё было нормально, она не рожала и отправила домой. Ну, я не знаю, так ли по правилам у них там должно быть, если наскорую. Я у него спрашиваю, наскорую привезли с сильными болями. Девушка говорила, что он очень сильно болит и ребёнок почти не двигается. Он говорит, типа мы послушали ребёнка. Но это единственное, что они должны были сделать. Керимова готова принципиально идти до победного конца. Оставлять дело на самотёк значит допустить возможность повторения таких историй. В другом месте и в другое время. После того, как эта история была предана огласке в сети интернет, в ряде групп в адрес доктора, допустившего, по мнению обывателей, критическую ошибку, посыпались обвинения, оскорбления и даже угрозы расправы. Между тем, сами потерпевшие просят только одного, чтобы этот врач больше никогда не мог заниматься медицинской деятельностью. Честно говоря, я не знаю, как он до сих пор работает в этой структуре, в больнице и лечит людей. Так как у него уже не первый случай такой, то есть идентичный случай есть, и это уже не один. Я также общался с другими пострадавшими от его рук. Там и дети инвалидами остались. Я так знаю, он в Новом городе главврачом был, его понизили в должности и его уволили оттуда. Ранее в отношении данного доктора мы действительно принимали решение о освобождении его от обязанности руководителя учреждения, но это несколько разные вещи. Здесь он выступал в качестве врача, специалиста. Поэтому специалисты наши дадут оценку действиями доктора и разберутся, на каком этапе, если были допущены ошибки, кто в этом виновен и, соответственно, какую меру ответственности за это будут нести. Кстати, мы попытались получить комментарии самого Азата Юрьевича. Уточняли, отстранен ли он от исполнения своих обязанностей, и если нет, когда и где с ним можно будет связаться. К сожалению, врач, обвиняемый пациентами в пренебрежении своими обязанностями, уже ушел с дежурства. В настоящий момент Азата Юрьевич уже ушел со смены, и у него следующая смена будет... Он уже подал заявление об увольнении, и он больше работать здесь не будет. Что же касается здоровья Айтана и ее малыша, врачи отмечают. Состояние женщины ближе к удовлетворительному. Ребенок получает лечение в условиях реанимационного отделения областной клинической больницы. Произошедшее оценивается как результат сосудистой патологии. Осложнение весьма серьезное. Больше информации не разглашается. В лечебном учреждении проводятся внутренние служебные расследования. Они подарили нам мирную жизнь. Они выстояли, совершили настоящий подвиг. От тех, кто с победным «Ура!» шел в атаку на полях Великой Отечественной. От тех, для кого лозунг «Все для фронта, все для победы» стал смыслом жизни. От тех, кто защищал нашу родину на земле, в воде и в воздухе. Помним сегодня мы, поколение 21 века. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится меньше. Историю того подвига нельзя забыть и переписать. А имена героев, отстоявших свободу нашей страны, навсегда должны быть вписаны в историю могучей России. В преддверии Дня Победы репортер 73 запускает проект «Поколение Великой Победы». История Ивана Ивановича Вьюговского начинается, как и множество других. Историй тех, кому пришлось пережить все ужасы войны. Родился в большой крестьянской семье в Старомайнском районе. Сам считает, что ему повезло. Сельскую школу закончил с похвальной грамотой. Дальше – семилетка в соседнем селе. Из-за того, что схватывал все на лету, родители разрешили Ивану Ивановичу учиться дальше в фельдшерской школе. Ну и вот я кончил первый курс, второй, 49-й, 40-й. В 41-м уже вот в сентябре на 3-м я учился. Война. Вот, хотелось кончить фельдшерскую школу, получить специальность, но война. В октябре 1941 года ушел добровольцем на фронт и был направлен в воздушно-десантные войска на должность санинструктора. А дальше – боевые будни, обучение военному делу, тренировки. Парашюты укладывали в поле прямо на снегу, а там снег попал немного в эти самые, в этот парашют. А потом прыжки не сразу в этот же день, скажем, они лежали в парашюту, недели больше, смерзались. А мерзлый парашют уже не раскрывался в воздухе. Он, человек, прыгал, и парашют за ним шел такой вожжой и до земли. Вот, правда, случай был такой интересный, что там прыгал инструктор, это зимой было, у него тоже парашют не раскрылся. Вот, что он сам должен был бы укрывать этот самый парашют. И вот он с нераскрытым парашютом упал на землю, не на землю, а на косогор вот такой вот. И тогда уж снег выпал около метра, наверное, и вот по этому снегу, по косогор он дошел до земли и жив остался. Боевое крещение принял в феврале-марте 1942-го. Группа десантников была заброшена в тыл к немцам, где стояла задача закрепиться и удержать плацдарм в районе реки Ловать, близ Старой Руссы. Первый бой, первая засада, первые раненые. Ну, я все-таки так на коленях, прям лежа на нем, там перевязал ему это раны, был открытый пневмоторг, там раны, он говорит, а воздух из легких с кровью брыжет все дело. Смотреть тоже не очень было приятно, но слышу голос знакомый, тоже кричит, Иван, я говорю, что такое? А этот Сашка был химинструктор, давай, говорит, спасай, ты видишь, я раненый, вижу раненый, еще раненый, вот грудь дышать не могу, тоже грудь приобита была. И вот откуда его обстрела вроде не было, прилетел снаряд или, не знаю, хлоп, рядом вроде, я к нему накрылся вот так головой, он на меня головой упал. Смотрю, елки, голова-то у него не поднимается, то он был выше меня, а на мне голова, а я обонялся, смотрю, у нее голова пробита, и вот кровь течет из виска. В этом бою было много раненых и убитых. Иван Иванович считает, что ему повезло, он выжил в этом пекле. После ранения в руку и лечения в госпитале, летом 42-го года в составе 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии был переброшен под Сталинград. Жуткое впечатление было на город Сталинград. Вот он, неделю бомбили его, и он горел одним костром. И что жутко было, что нас на берег воды вышли, на берег, мы вышли к воде, смотрим, вода тоже горит. Вот тоже какая-то жуть была. Сплошной пожар, и нас в этот пожар. После Сталинграда Иван Иванович был переброшен уже на Центральный фронт, где участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал Дмитров Орловский. А дальше освобождение Украины, Белоруссии и Польши. Закончил войну на берегах Балтийского моря в городе Росток. 9 мая мы уже встречали победу, вот без войны, можно сказать, с отдыхом. В этом вот тылу, в немецком селе. 9 мая был такой торжественный день. Конечно, все люди, военные особенно, вот у меня был пистолет вот такой. Все были рады, что живы, война кончилась. Война кончилась, война, ура. После войны Иван Иванович закончил Казанский медицинский институт и с 1957 по 2000 работал врачом в Ульяновской области. Майские праздники в этом году объединились в причудливую конфигурацию. Мир, труд, май, Христос воскрес, Гитлер капут. 1 мая в Ульяновске официально стартует весенний-летний сезон. С этого дня в городе заработают фонтаны и откроется фестиваль «Летний венец». Традиционно день весны и труда откроет торжественный митинг-шествие. Демонстрация начнется в 10 утра, а с 11 до 12 на площади Ленина пройдет праздничный концерт. В этом году 1 май совпал с праздником Светлой Пасхи. А потому вариантов, как провести этот день, более чем достаточно. Большинство трудящихся и постящихся не представляет этот день без шашлыка. По данным Росстата, пикник на природе в мае обойдется жителям России в среднем в 1500 рублей в расчете на семью из четырех человек. Сумма в разных регионах страны разная и зависит от набора продуктовой корзины. Наш корреспондент Екатерина Музыряк узнала, из чего, а главное, как готовить шашлык ульяновцы. Шашлык. История его происхождения имеет древние корни. И искать место, где он впервые появился, бессмысленно. Есть, например, такая легенда. В русско-турецкую войну солдатам давали мясо, вымоченное в растворе уксуса, чтобы оно не пропало в жару. И они жарили его, нанизав на трехгранный штык на костре. С тех пор способ приготовления этого блюда практически не изменился. А вот рецепты у каждого свои. Лук, специи, ну и соус на свой выбор. Кто с чем любит, кто с уксусом любит. Я люблю на лимоне. И отлично получается. Главное в тепле держать. Полдня. И все, можно есть. А как пожарить? Пожарить. Пожарить. А пожарить это искусство. Ну, там свежие помидоры берутся. Практически все тот же специи. Перец, лук, мясо, естественно. Небольшое количество помидора. Нарезается, маринуется. Все это, получается, заменяет ту же кислоту уксанную. Как говорится, помидоры тоже содержат. И эту кислоту. И потом, в общем, все жарим. Как говорится, на шапурах. На шапурах. Меня дети любят, чтобы с майонезом было. А я больше с томатом. То есть, все. Обычно свинину лучше. Помягче. Вот и все. Как правильно пожарить? Пожарить? Ну, главное, не сжечь его. И все. И следить, чтобы... Ну, кто, если посочнее, лучше чем-нибудь поливать таким. Самый лучший шашлык какой? Начиная с замачивания. Во-первых, непокупной. Да. Замачиваем. Причем замачиваем. В своем соусе, в кефире. С добавлением различных специй. Конечно, мясо мы убираем на рынке. Не в магазинах для такого шашлыка. То есть, самое свежее, самое мягкое. Баранину или свинину? Нет, свинину мы не кушаем. Ну, так как изредка в основном курицу. Баранину боимся делать. Вот. Ну и все. Едем на природу и угощаем друзей, знакомых, близких и себя. В чем секрет идеально приготовленного мяса? Ну, было бы желание приготовить его. Не просто так, когда стоишь там и вот для всех, а когда действительно с душой подходишь к этому, в этом есть секрет. Шашлык из свинины, курицы, баранины, говядины в ход идут не только разные виды мяса, но и его части, например, ребрышки или крылья. Шашлыком даже можно назвать овощи, нанизанные на палочки и пожаренные на костре. Чаще всего для отдыха ульяновцы выбирают свинину или курицу. Один килограмм такого шашлыка обойдется горожанам в 250-300 рублей. Из курицы на порядок дешевле. Часто магазины предлагают уже готовое маринованное мясо. Цена за шашлык из птицы в среднем 120-130 рублей. Стоимость огурцов, помидоров и зелени варьируется от 100 до 160 рублей за килограмм. Репчатый лук 30 рублей, картофель около 20. Первомайские посиделки обойдутся дешевле, если вы выбираете безалкогольный отдых. В противном случае плюс 200-300 рублей к основной корзине. Но самое главное в первомайском пикнике – веселая и дружная компания, а это бесценно. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите. Все самое интересное на сайте www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.